Стой! Ахунзянов! Я! Старший! Пускайтесь вниз, ждете меня у ворот. Я буду через пять минут. Есть! Отделение за мной! Войдите! Здравствуйте! Здравствуйте! А мне бы Наталью! Дмитриевну? Да! А ее нет, она будет после обеда. А, жаль. Ну, извините. А что-то передать? Да, скажите, что приходил бывший курсант, ныне офицер, и сказал спасибо, что она тогда давала показания дознавателю. Так это были вы? А я, я же вторая, я ее подруга. Даже не знаю, что было бы с нами, если бы не вы. Спасибо вам большое. Можно я вас в щечку поцелую? А вы знаете, у меня тут в блокноте на первой странице записаны ваши имена и фамилии. Ну, хотя их и так не звездная. Вы Виктор или Александр? Я Сергей. Сергей? Ну, а тут нет Сергея. Мы тогда были вместе, но только… В общем, я их друг, но шпану разгоняли они. Ага. Ясно. Ну, передайте им большое спасибо и можете в щечку поцеловать. Извините, что-то так получилось. А может я вас с ними познакомлю и вы сами их поблагодарите? Хорошо. Здорово, Витек. Табак. А вас кто сюда пропустил? А мы пароль знаем. Нифига себе. А это что за штука? Неважно. Здорово, Витек. Здорово, Серег. Слышь, табак, может вы уже, ну, помилитесь? Да мы и не ссорились. Ссорятся, знаешь, друзья, а мы, так как выяснилось, рядом стояли. Ты чего хотел, Серег? Девчонки, ну те, из-за которых все началось, приглашают сегодня вечером в выбушку. Отблагодарить хотят. Девчонки-то хоть симпатичные? Глаз не оторвешь. Ну, девчонки, это хорошо. Вроде как они мне еще и должны. Ладно, пойдем, веревка. Только без него. Пошел ты! Ну что? Табачников этот, блатной похоже. Точно. Может, проведем ему офицерский зачет? Пока он свое отделение не утопил. Ну тогда, поиск мин. Я договорюсь с командиром. Посмотрим, что за фрукт. Становись! Смирно! Товарищ капитан третьего ранга, офицерский состав части для зачета построен. Вольно! Вольно! Товарищи офицеры, причал и пирс заминированы. Заминированы минами вот этого типа. Количество мин и глубина минирования неизвестны. Приказываю разминировать объект. Вопросы. Никак нет! Зачеты согласна поднятых мин. К трапу! Надейте «да». Надейте «да». На трап! Воду! Сейчас запузырится. Наглотается. Чего-то не всплывает. Ну, если он опытный водолаз, то догадается, в чем дело. И откроет ветер с баллоном. Черт! Ну, где же он? Ух, где же, вы будете идти в воду? Молит. Ксюра с баллоном. Был и твой укрой. Пистерим! Убивай! 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 Дэйм! Молит! Соколит! Убивай! Ну что он? Его нигде нет Как нет? Ты что говоришь? Может течением из зоны вынесло? Ну все, хана Вы представляете, что теперь будет? А кто знал-то? Вы хоть знаете, что он внук генерала? Нет, откуда? Это трибунал Связался я с вами, идиоты Загубили парня! Что делать-то будет? Что делать-то? Идите под воду, ищите! Товарищ капитан Третьего рамня Ваше приказание выполнено Объект обезврежен Обнаружены две мины Нет, 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 никуда я не пойду Даже не проси Но мы только скажем спасибо и сразу уйдем Вывушки? Не смеши меня В прошлый раз пронесло Теперь точно будут проблемы Кто-нибудь увидит, мужа нет, а она опять на танце Нет Наташ, подожди Наташ, ну я что, одна пойду? Да, пришла Сказала спасибо Поблагодарила за себя, за меня Развернулась и ушла Наташ Нет Я сказала нет, значит нет Мне нужно, почему ты будешь – Привет. – Здорово, Серёг. Ну, чё, этот не пришёл? Ну, давай, показывай, где там эти твои сказочные красавицы. Сейчас приду. Слушай, табака, давайте беречься уже, а? Послушай, если окажешься уродинами, тебе верёвка, шлангом прикинуться не удастся. Понял? Вот она. А я Лена. Виктор. Виктор. Ну, то, что из училища меня выкрали, ты уже знаешь, Лена. А расскажи про семью, про себя. Про семью? У меня дед. Что дед? Да не дед. Да нет, я… Дед Думовский, я говорю. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. А вы давно здесь стоите? Нет. Я почему спрашиваю, вы не видели тут дяденька старенький, не пробегал, хромой и с обезьянкой? Нет. А вы всегда говорите нет? Да. Очень хорошо. Меня Саша зовут. Знаете что, Саша, я вспомнил, был тут дяденька с обезьянкой, одноглазый с попугаями на плече. Он… Точно, он… Вот туда пошёл. Если быстро-быстро побежите, то ещё успейте догнать. Верный шерстики… Пусть твердят, что пихли как… Девятнадцать лет… Девушка, подождите… Точно, только точный после буквы «Л»… Ты поймёшь, конечно, всё, что я сказал, хотел, сказать хотел, но не сумел. Ну, вот, спасибо, что проводили. Дальше я сама. Наташа, а где вы живёте? Я ведь могу до дома проводить. Это совсем не обязательно. Почему же? Потому что не нужно. Ни к чему. Потому что не нужно. Ни к чему. Наташа, а где вы живёте? Я ведь могу до дома проводить. Ну, а где вы работаете? Бессмысленным все это, Саша. Я вам как врач говорю, забудьте, идите домой. До свидания. А мне больше ничего не надо. Вы врач. Живете в Севастополе. Ваше имя Наташа. Он совсем не похож на деда Москва. У него такое благородное лицо. И глаза. Ты бы видела его глаза. А второй? Ой, а я про второго даже не спрашивала. Не знаю. Ой, Витюша обещал после работы забежать. Увидишь, закачаешься. Такой парень. Обалдеть. Этон! Наташа, это... Ой, Саша? Что за глупая выходка? Вы с ума сошли? Да. Слезайте немедленно. Здравствуй, Наташа. Это вам. С днем рождения. У меня день рождения в декабре. Да? А какого числа? Вам не пригодится. Слезайте, вы же упадете. Да, если упаду, действительно не пригодится. Это больница. Кабинет врача, между прочим. Сюда нельзя в окна лазить. Ну, тогда я здесь до утра повешу. Ну, и висеть. Ну, и буду. Ну, хорошо. Слезайте. Я сейчас подойду. То есть... Нет, вы лучше ждите меня на остановке. Ну, где тринадцатый автобус. Только поскорее. Слезайте, пожалуйста. Хорошо. Цветы возьмите. А спасибо. Спасибо. А улыбнуться? Да не буду я улыбаться. Очень зря. Вам улыбка очень идет. Поводов нет. Все, слезайте. Придется сходить, а то не отвяжется. Прикрой меня, если что. А кто это? А, потом скажу. Татьяна Федоровна, вот история болезни Коновалова. Возьмите, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Мне нужно найти Лену Анисимову. Она у вас с медсестрой работает. Вы не подскажете, в каком она кабинете? А Лена, она... Вам Лену? А, да. Медсестра. Идите сюда, я вам покажу. Вам по лестнице, на третий этаж, тридцать второй кабинет. А, спасибо. Да не за что. Войдите. Проходите, проходите. Доктор сейчас будет. Ой, Вить, привет. Здравствуй. А я думала, что ты уже не приедешь. Красивый букет. Да. Представляешь, у моей врачихи ухажер появился. Влез в окно с этими цветами. Так это не твой, что ли? Нет. Так. А ты что подумал? Ничего. Ага. Отойди-ка. А это что? Саша, что бы вы там себе не напридумывали, я хочу вас разочаровать. Я замужем. Замужем? Да. Ну, тогда я пошел. Испугалась? Ничего я не испугалась. Испугалась, испугалась. А замужем ты или не замужем? Какое это имеет значение? Саша, вы что, не понимаете? Я же вам сказала, что никуда с вами не пойду. Ну, хорошо. Тогда я сам к тебе приду. Мы что, жена ты? Я да. Так вы хамите, молодой человек. Вы даже не знаете, где я живу. Ну, вчера я не знал, где ты работаешь. Мой муж очень влиятельный человек. Член партии. Да и что он мне сделает? Для начала. Для начала он тебе накостыляет. Ты сказала, ты. Ты сказала, ты. А кто кому накостыляет, это еще большой вопрос. Я вызову милицию. Ой, боюсь, боюсь. Посмотрим. Милиция. Товарищи, вызовите кто-нибудь в милицию. Товарищи, вызовите милицию. Вызовите кто-нибудь в милицию, наконец. Все в порядке. Наташа, один-один. Давайте договоримся. Так, вы завтра идете со мной в кино. И если после этого бросите меня исчезнуть, я исчезаю раз и навсегда. Договорились? Честно? Честно, Комсомольская. Вот тебе крест. Ну, хорошо. Товарищи, боевые пловцы. На флот поступило новое транспортное средство подводной буксировки водолаза протон ПРН-203. В отличие от старого образца, новые имеют ряд усовершенствований. Например, специальные плечевые брасы. Главное, запомните, удерживать устройство нужно крепко. Иначе а вы его никогда не догоните, Синенко. б нанесете серьезный урон социалистической собственности. Показываю. Выдерживать устройство нужно в таком положении. Что-то это мне напоминает. Шауры Зуби. Синенко. Я. Покажи, как усвоил. Есть. Глянь, хлопцы. До нашей бригады нового гарно девчина поступило. Командир, а можно мне спробовать? Давай. Игорек, уступи местно. Давай, давай. Уступи. Ах ты моя гарно, ты. Дивчина, харна-ханочка. Иди ко мне харна, Дивчина. Иди ко мне харначка. Отставить! Есть. Жук, строй! Так точно. Ну что ж, товарищи, ваше веселье означает, что вы все усвоили. Так точно. Тогда до тренировок на воде у нас с вами есть несколько минут. Всем по сто отжиманий. Командир, завтра стрельбы зачетные. Руки дрожать будут. А вот чтоб не дрожали, Синенко, будем отжиматься. Упор лежа принять! Есть. Раз! Два, Синенко! Раз! Два! Ну что, Леночка? Болезнь, слава богу, не прогрессирует. Да-да. Думаю, что на этом мы можем закончить наше ежегодное обследование. И в следующий раз я жду вас у себя уже через годика два. Спасибо, Лазарь Семенович. Только вот еще что. Присядьте. Леночка, болезнь отступила, но многолетняя гормонозависимая бронхиальная астма, она, к сожалению, дала свои последствия. Вы не сможете иметь детей. И это точно? Один шанс на тысячу. На миллион. Простите. Один шанс, но он же есть? Практически нет. Медицина пока бессильна. Лен, Лен, что случилось? Лен, Лен, что случилось? Лен, Лазарь Семенович сказал, что у меня не будет детей. Так, подожди, успокойся. Это еще нужно миллион раз проверить. Лен, все будет хорошо, поверь мне. Севастополь семидесятых поразительно отличался от любого среди статистического советского города. Его очень хорошо обеспечивали. Дефицита не было, значит, и очередей тоже. Поэтому народ был дружным и веселым. Каждую неделю показывали новый фильм. Ну, как фильм? Куравлев чудо. Алену. Наташа, а ты коренная крымчанка? Я коренная москвичка, Саша. Ого-го! Мой папа преподает в МГУ. Он профессор-химед. А мама — кандидат медицинских наук. В Севастополь мужа перевели год назад, но я, конечно, с ней. А ты? Кто твои родители? А мы все военные. У меня дед генерал. Что, прям настоящий генерал? Настоящий. Генерал-майор. Ничего себе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Товарищ генерал, это одно из самых лучших наших подразделений. Очень перспективные бойцы, Иван Ильич. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Благодарю за службу! Служу Советскому Союзу! Больно! Больно! Направо! Шагом марш! Мичман! Я! Ко мне! Есть! Товарищ генерал-майор, Мичман Табачников по вашему приказанию прибыл! Молодец! Ну как дела, Витя? Жалоб и просьб нет, товарищ генерал-майор! Да ладно, Витя! Бабушка волнуется! Я приехал поговорить! Специально! Елизавете Кузьминишне, передавайте привет! Скажите, что все хорошо! В коллектив лился, службой доволен! Звонил ей два дня назад, если волнуется, позвоню сегодня! Два дня назад, говорите? Так точно, товарищ генерал-майор! Разрешите идти? Идите, Мичман! Ты выходишь? О, смотри, какой парень! А цветы? Люблю розы! Занятый той, которую он ждет! Привет! Это тебе! Ну зачем? Мы не виделись целых двадцать часов! Саша! Послушай! Ты знаешь? Наташа, я говорил тебе, что ты самая красивая на свете! Саша! А что я целый день думал только о тебе! Саша! А что я готов дарить тебе цветы каждый день! Всю жизнь! Саша! Моя подруга Лена приглашает нас в субботу на пикник! Отлично! Провизия с меня! Но почему с тебя? У нее есть друг, он сказал, что все купит! Хорошо! Тогда с меня вино! Что за друг? Тоже военный! Хороший такой, дедомовский! Дедомовский? Саша, он совсем не похож на дедомовского! Он такой культурный! Ну, поедем? Конечно! Внимание! Быстрее, быстрее, Пить! Быстрее! Успеем, успеем! Давайте быстрее! А, вон, Наташа! Ну, быстрее! А? Витя, познакомься, это моя подруга Наташа! Очень приятно! Здравствуйте! А, это ее друг Саша! Саша! Ну, пойдемте! Пойдемте, скорее! Держи! И, Мария, катер молодежный отправляется! Ну, чего вы там? То, что я тебе пожал руку, ничего не значит! Как поживает дедушка генерал? Нормально! А ты, я слышал, скучаешь по детдому? Да пошел ты! Сам туда иди! На меня надвигается На реке Митриньок На реке навигация На реке пароход Пароход белый береги Ты над красной рукой Мы по палубе бегали Целовались с тобой И палуба к леверам Хорошо, как в лесу И бумажка приклеена У тебя на носу Ах ты, палуба, палуба Ты меня раскачай И печаль мою, палуба Раскали я причал Ах ты, палуба, палуба Ты меня раскачай И печаль мою, палуба Раскали я причал Субтитры создавал DimaTorzok Пойдем ко мне. Я тебя сегодня никуда не отпущу. У меня соседка уехала. Угу. Наташа, спасибо, что пригласила. Мы завтра на учения уходим, так что месяц не увидимся. Как месяц? А как же? Ты не любишь своего мужа. Что? Ты его не любишь. Ты глубоко заблуждаешься. А вот я тебя люблю, слышишь? И никому тебя не отдам. Никогда. Я тебя люблю. КОНЕЦ 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 Уже есть жертвы. Думаю, комсомольца придется отправлять. Воронежский комсомолец к выходу готов. С Фильченкова сообщили, что через двое суток будет на месте. Наташ, я беременна. Ты слышишь? Представляешь, он говорил, что у меня один шанс на миллион. Один шанс. Вот Лазарь Семенович удивится, когда узнает. Что случилось? Саша звонил. Ну? У них учения закончились. Хочется встретиться. Ну это же хорошо. Игорь вернулся. Один шанс на миллион. Один шанс. Один шанс. Ты представляешь? Один шанс на миллион. Игорь Леонидович Кожухов, делегат областной партконференции. Да я им такой доклад выдам. Они все ахнут и точно изберут. Ты можешь себе представить? Твой муж делегат 25-го съезда КПСС. Кремлевский дворец съездов. Все члены Политбюро. Лично Леонид Ильич. Это же прямая дорога в Академию Генштаба. А там здравствуй, столица. Новая квартира. Новая должность. Прощайте. Съемные трущобы. Только б в дальний поход не послали. Да нет, да думаем ком не позволят. Делегат съезда. В штабе флот по предее ржут. Ты чего? Ты чего, Наташа? Давай сегодня пораньше ляжем. Игорь. Да, малыш. Я хочу сказать. Что ты хочешь сказать? Нам нужно развестись. Нам нужно развестись. Что? Почему ты мне в глаза не смотришь? А? Почему ты мне в глаза не смотришь? Ты мне изменила? Ты мне изменила? Нет, конечно. Ну, уже легче. Игорь. Я люблю другого человека. Так. Интересно. И кто же герой нашего романа? Я не скажу. Как это? Не скажу. Может, две недели нет дома. Он приезжает, а у его жены какая-то любовь. Достойная жена советского офицера. Ну-ка. А, я понял, откуда ветер дует. Ленка. Тот без нее точно не обошлось. При чем здесь Лена? Ну, я этой твари жизнь-то попорчу. Лена здесь при чем? У нее парень есть. Она вообще беременна. Да что ты? Ты же говорил, у нее с этим проблемы. Игорь, послушай, давай поговорим. Значит так. Я сейчас ложусь спать. И мы завтра обо всем поговорим. Игорь, подожди. Давай сейчас поговорим. Я спать хочу. Как учение? Отлично. Мой взвод отметили. Что случилось? Все в порядке. Ну, я же вижу, что не все. Я все сказала мужу. Отлично. Что он? Ничего, молчит. Ну и пусть молчит. Саша. Я не знаю, что мне делать. Все будет хорошо. Что он? Что он? Что он? Что он? Что он? Что он? Ура. Какой? Разрешите, Валерий Владимирович? А, Игорь, заходи. Здравия желаю. Наслышан, наслышан про твои партийные успехи. Поздравляю. Спасибо. Присаживайся. А я же ведь после окружной партконференции к родителям заезжал. А-а-а. Папа вам огромный привет передает. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ты сейчас где? На Воронежском комсомольце. Замполитом. Молодец. Растешь. Поздравляю. Спасибо. А ты вроде бы собирался дальше учиться. Так точно. Документы уже в Москве. Хорошо. Игорь, у меня времени мало. Ты чего ты хотел? Валерий Владимирович, мне бы данные на одного парня. Лейтенант морской пехоты Кузнецов Александр. Зачем? Да в райкоме хотят его продвинуть по партийной линии. Но сомневаются, достоин ли. А вы же сами знаете, официальные характеристики, они только общую картину дают. А мне поподробнее. Что интересует? Да все. Родные, знакомые, залеты, если были. Хорошо. Хорошо. Возьмешь его личное дело в секретной части. Я распоряжусь. Угу. Спасибо. Что-то еще? Если можно, Валерий Владимирович, мне бы доступ к истории болезни в нашей поликлинике. Буквально на час. Это еще зачем? Понимаете, разбираем персональное дело одного комсомольца. Угу. Есть подозрение, что поколачивает свою подругу. Беременную. Ну, надо деликатно, без официоза все выяснить. Хорошо. Я позвоню главврачу. А ты молодец. Не зря к тебе и по нашей линии присматриваются. Стараюсь. Да, кстати, заходи сегодня в гости. Хлопнем по рюмашке, поговорим о твоем будущем. Жена пироги напечет. Обязательно супругу захвати. Спасибо, Валерий Владимирович. Обязательно придем. Если только можно, насчет документов побыстрее. Да можно, можно. Побыстрее. Семенов, сейчас к тебе придет капитан-лейтенант Кожухов. Выдашь ему все, что он затребует. Да, сразу. Спасибо, Валерий Владимирович. Да ладно. Мы для своих завсегда. Да. Ну ладно, иди. Иди, у меня дел полно. Всего доброго. С парнем что-то не то.